Не просто нам обгасы, то есть начинали воспевать святое имя чисто и совершать преданное служение чисто. И так же достигали успеха. И то, что касается нас, тоже нужно просто разобраться. Ну, то, о чем я говорил. Можно для себя так, чтобы, ну, обычно ум он такой математический, любит точно так. Скажите мне точно, сколько в пропорциях этого. То есть, вот этот пример с бхактилатой, он очень подходящий. То есть, первое, нужно регулярно поливать бхактилату. Даже если я сложный, если я просто еще нахожусь на уровне шрадги. Нет ничего плохого, важно принять это. Гораздо хуже, если я нахожусь на уровне шрадги, я думаю, что я уже на уровне нишки, например. Что я уже пришел, там, ну, что мне не надо анардха и ниврити, то есть, и так далее. Это хуже. Лучше, ну, ладно. То есть, шрада, так шрада. Что я должен делать, если шрада, если я на уровне шрады. И тогда, то есть, шраванам киртанам. То есть, во-первых, нужно поливать. Поливать это дерево. Нужно общаться с преданными, которые достигли какого-то совершенства в этой практике. Принимать это общение. Шрада Прабхупада говорит, что общение с такими вайшнавами, это как заборчик такой, знаете, в Индии там сажают какое-то дерево. Но если его не загородить такой клеткой какой-то, то обезьяны его тут же вырвут. Ну, или крова какая-то. Поэтому он делает такую решеточку. Говорится, вот эта вот решеточка, которая, ограждение для этого растения, ростка, это как раз вайшнава санга. Санга вайшнав. То есть, чем больше человеку он принимает прибежище в обществе вайшнавов, тем более он защищен от влияния калий. Тем более этот наристочек, он прорастает. То есть, нужно с шрабаном киртоном, нужно общение, очень важное. И нужно пропалывать. То есть, регулярно следить, чтобы не прорастали другие биджи. С кем-то пообщался тут раз, я уже, о, так вот же решение. Надо просто заниматься культивированием знаний вот в этой области, аюрведы или в области психологии, еще чего-то. То есть, человек думает, так вот же, очень просто. То есть, нужно смотреть. И нужно научиться отличать. Потому что эти вещи, они тоже могут быть полезны. Но опять-таки, в связи с чем? Они могут быть поэто-ведические науки, которые могут быть полезны. То есть, если человек, он их ставит на служение тому, чтобы предаться Кришне. Поэтому нужно научиться отличать вот эти сорняки. И если они начинают, ну, как бы, забирать энергию, энергию, которая питает мою шрадху, питает мою бахтию, тогда нужно их срезать. Если, наоборот, они дают энергию, ну, там, например, там, бывает, что, чтобы больше энергии получало растение, там, его удобряют навозом, там, чем-то. Ну, тоже, там, если, там, психология, или что-то, она помогает, то можно удобрять. То есть, нормально, если это дает энергию. Но если я вижу, что это отнимает внимание и время, то есть, у меня не хватает времени на, достаточно, на воспевание, я не чувствую достаточно вкуса, я больше в этом, чем, то нужно быть осторожным. То есть, поливать, ограждать, пропалывать. Ну, и чтобы пропалывать, нужно знать, правильно? Нужно знать, что пропалывать, чтобы не прополоть, случайно, свою бартилату. Поэтому нужно также, ну, стремиться обрести знание о том, что такое, на самом деле, в действительности, чистое преданное служение. В одном комментарии Шилы Прабхупада я встретил уникальную фразу. То есть, он говорит о том, а, он там дает определение Канишки, Матхиамы и Утамы. И там, когда он характеризует Каништо от Икари, он говорит о том, что Каништо, он обычно не заинтересован в том, чтобы узнать, что же такое в действительности чистое преданное служение. Представляете? То есть, человек, он может быть не заинтересован. Я сталкивался с таким, когда человек, он, например, говорит, вот хотелось бы глубже понять. Садвана, там, трактика. Ну, хорошо. Чуть-чуть начинаешь глубже, смотришь. У человека страх на лице. Он понимает, если еще глубже копнуть, это означает, что мне надо будет предаться Кришне. Поэтому, то есть, ну, это уже должна быть личная инициатива человека, насколько он хочет глубоко практиковать, понимаете? Можем остановиться? Сейчас, опять же, нужно вопрос. А, есть еще вопросы, да? Нет, не меня, мы с тобой. Ну, вот Андрей еще такой. Да. Спасибо вам за лекцию. По поводу вот Гнебины, просто защита, санги, правильность. Ну, я имею в виду, когда мы погружаемся, то понимают, что важно перенаправить все больше на то, как сохранить то, что уже есть. И излишняя, ну, какая-то эмоциональность, когда мы так или иначе все проповедуем, рассказываем что-то, и можно перейти в какую-то излишнюю эмоциональность, или заняться вообще праджапой. И вот Чайтани Чандры, вчера мы говорили, что нужно научиться передавать свои чувства часто. Может, есть какой-то практический совет, как это делать. Еще раз передавать свои чувства. Часто передавать свои чувства, личный опыт Шастры. Шастры, да. То есть подтверждать Шастре какой-то личный опыт. Ну, я это, может, просто как-то глубже понял. То есть это не только, я понимаю, какие-то цитаты Шастры, может быть, вот, смотришь, это раскрытие. Может, кто-то хочет ответить? Может, кто-то ответить? Умеется в виду чувства или эмоции? Эмоции. Эмоции. Как передать эмоцию Шастре? Чтобы это не превращалось сентиментальностью. Читаний Чаритамрид, это как раз в Кришне Довском Ураждане Славе написал ухладши Читаний Махатого, с точки зрения Шастре. Ну, на основе Шастре. Читаний Чаритамрид, это там ссылки поставил, главные, наши, на карте, какие писали, на все писали. Он говорит, что вообще, я помню, какой-то семинар, он говорит, что Читания Махатого, он не писал книг, он просто, он дал вот этот трансцендентный опыт, а уже Госвами Вриндавана, и он попросил их обосновать этот опыт Шастре. И они вот написали тама книг, которые, ну, цитатами, подтверждениями того, что, ну, является, ну, положение Чистой Бхактики. То есть они обосновали этот опыт Читаний Махатого. Поэтому наш опыт, да, он действительно должен как-то основываться на Священных Писаниях, на Шастре. Маленькое, наверное, дополнение, мысль. Чтобы выражать свои эмоции Шастре, нужно изучать просто Шастре, знать все священные писания. Тем более человек лучше знать Шастре, тем более он может как бы выражать свои, подтверждать свои эмоции Шастре. Если мне не изучать, то будет выражать. Спасибо. Можно просто поперешь ищить. Нет, уже снимаем, осталось, что к вам сейчас. А, ну, а вытарить. А, ну, а, ну, а... Шастре вы падаете? ЖАРЬ! ЖАРЬ! Багалат ГИТА как шампаки. ЖАРЬ! Продолжение следует...